Беседа с Батюшкой Иероним Миронов. Клирик Новотихвинского женского монастыря города Екатеринбурга. Здравствуйте, отец Иероним. Здравствуйте. Благословите наших телезрителей. Бог да благословит и помилует всех нас, дорогие братья и сестры. Для вас, дорогие телезрители, я напоминаю телефон прямого эфира 278-60-14, код города Екатеринбурга 343. Вы можете позвонить нам и задать ваши вопросы. Ну а сегодня мы хотели бы поговорить о почитании святых мощей. Потому как для многих людей, приходящих в церковь, этот вопрос остается иногда весьма соблазнительным. Ну и сегодня мы хотели бы дать некоторые вопросы, некоторые ответы на возникающие вопросы по этой теме. Вот скажите, отец Иероним, вообще, что мы понимаем словом мощи, что такое мощи и почему церковь их почитает? Под мощами церковной традиции подразумеваются вообще останки любого христианина. Об этом мы можем узнать, если внимательно прочитаем чинопоследование погребения христианина. Но вообще, традиционно, когда мы говорим о мощах, то прежде всего мы думаем о святых мощах, о восстанках святых угодников Божиих, которые особо прославились перед Богом. И вот это почитание святых мощей, традиционное в церкви, которое берет свое начало еще с древних времен, связано с таким отрывком из послания апостола Павла. «Не ведаете ли вы, что вы храмы Божии, и Дух Божий живет в вас?» То есть целью жизни каждого христианина является стяжание Духа Святаго Божия. И в зависимости от того образа жизни, который мы ведем, в зависимости от того, насколько мы следуем заповедям Христовым, насколько мы преуспеваем в этом духовном делании, настолько Дух Святой действительно обитает в нас. И вот у святых эта духовная жизнь, которая продолжается в них в течение всего отпущенного им времени жизни здесь на земле, настолько напряженная, они настолько облагодатственны дарами Святаго Духа, что вот эта благодать Духа Святаго пронизывает и их тела. И настолько, что и после смерти их мощи остаются нетленными и продолжают быть источником благодатных даров Святого Духа, которые они стяжали при жизни. Вот скажите, Отец Иероним, ведь мы знаем, что многие святые почили их мощи тленны, и не всегда, может быть, святость является критерием нетленных мощей или нет? В церкви нет такого понятия, как тленные или нетленные мощи. Все останки угодников Божьих называются нетленными мощами. Вне зависимости от того, сохранились ли только косточки или сохранились ли мягкие ткани, в каком состоянии они находятся. Мы знаем, что у некоторых святых, например, у преподобного Александра Свирского или у стителя Спиридона Тремифунского, ткани тела даже сохранили мягкость и гибкость, свойственную для живого тела, для живого человека. А у некоторых святых они мумифицировались, у иных сохранились лишь косточки. Но это не говорит о тлении их мощей. Ведь главное, что каждый христианин ждет получить при почитании, при поклонении святых мощей, это благодать Святого Духа, которая от них происходит по молитвам этого святого. И в данном случае это не имеет такого большого значения. Но мы, конечно же, должны иметь в виду и то, что разные святые, как и мы здесь, люди, живущие на земле, в разной степени удостоились благодати, даров Духа Святого. У кого-то они преизбыточествуют. И в этом случае, конечно, мы встречаемся с удивительными совершенно вещами, да, с таким нетлением, когда тело практически сохраняет все свойства живого тела или тела недавно почившего человека. Скажите, отец Иеронима, вот какое нравственное воздействие на душу человека могут оказывать вот почитание святых мощей, почитание мощей святых угодников Божьих? Это зависит, конечно же, от самого человека, с какой верой, с каким настроением он приходит к мощам святых угодников Божьих. Это зависит от того, каков промысел Божий в этом человеке. То есть, иной раз даже человек может совершенно холодным сердцем подходить к святым мощам, но Господь, который хочет всем спасения, иногда так воздействует на душу человека через святых угодников Божьих, через почитание их, что человек весь преображается, что его охватывает какая-то совершенно неодолимая сила, которая просвещает, просветляет его ум. И здесь человеку необходимо вот этот момент понять, понять промысел Божий о нем, чтобы в дальнейшем изменить свою жизнь. Потому что порой бывает так, что Господь нам как бы авансом дает вот это особое состояние духовного восторга, а мы его не храним, не бережем должным образом, и потом теряем его, забываем его. И порой даже для нас это может послужить суд и в осуждении, что мы, обладая великой святыней, были к ней холодны, были к ней небрежны. И иногда бывает, что эта святыня даже и отнимается от нас. Из истории мы знаем, что бывали и пожары, и пропадали куда-то останки угодников Божьих. И это, конечно же, происходит все по грехам человеческим. Спасибо, отец Иеронима. У нас звоночек, нам звонят из Твери. Пожалуйста, мы вас слушаем, вы в эфире. Алло? Да-да, мы вас слушаем. А, благословите, батюшка Иероним. Бог благословит вас. Я, может быть, у меня вопрос немножко, ну, не по теме, вот сейчас о мощах говорили, но у меня вот такой вопрос. Вот он меня давно волнует. Я вот уже во взрослом состоянии приняла крещение. И, ну, как бы человеку грехи сгорают с крещением, но меня все-таки мучает. Нужно ли же исповедовать те грехи, которые были до крещения? Вот. Или мне уже с того времени после крещения вот исповедоваться? Да. И меня вот этот вопрос волнует. Спасибо за вопрос. В таинстве крещения человеку, конечно же, прощаются все его прежние грехи. Но для того, чтобы это прощение действительно было всецелым, для того, чтобы оно охватило всю душу человека, как бы исторгло грех из него, для этого необходимо покаяние перед крещением. И такое покаяние действительно существовало в древней церкви, сейчас эта традиция возрождается. Когда, ну, в частности, у нас в епархии во многих приходах, готовящиеся ко святому крещению, каются в своих грехах перед священником. Но если какой-то грех, бывший до крещения, вас все-таки мучает и не оставляет вас, то постарайтесь, может быть, его исповедовать и на исповеди, сказав священнику, что этот грех был совершен вами до крещения. Но он не перестает мучить вашу совесть. Спасибо, отец Иероним. Мы вот, возвращаясь к теме нашей беседы, вот такой вам вопрос, вот каково вообще значение почитания святых мощей в церкви для, собственно, людей? Мы все в символе веры исповедуем, что церковь является соборной. И под этой соборностью мы подразумеваем не только то, что все вопросы в церкви решаются собором. Вот сейчас, например, в Москве проходит архиерейский собор. Но мы в данном случае подразумеваем, что церковь едина, единая небесная и земная церковь. И вот это общение между нами, людьми, живущими здесь, на земле, между так называемой воинствующей церковью, церковью небесной, которой принадлежат святые, оно никогда не прекращается. Мы порой можем его не замечать по своей греховности, по своей слабости. Но мы знаем из жизнеописания многих святых, что им открывались очи, и они видели, как в богослужении, в церкви, в храме участвуют и святые ангелы Божии, и святые угодники. И поэтому, почитая святые мощи, мы таким образом вот это единство церкви земной и небесной, как можно сказать, актуализируем. Актуализируем для себя лично, для каждого из нас в отдельности. И вот в этом видится великое единство церкви, церкви земной и небесной. Церкви небесной, которая помогает нам здесь, на земле живущим, совершать путь спасения, дело спасения. Спасибо, отец Иронима. У нас еще один звоночек. Нам звонят из Челябинска. Пожалуйста, мы вас слушаем. Вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Ирина. Я из города Челябинска. Благословите, батюшка, пожалуйста. Бог благословит вас. У меня такой вопрос. Я недавно побывала в таком благодатном месте. Это Челябинская область, село Чудинова. Там похоронена в 1948 году Дева Евдокия. И ее до сих пор почему-то не канонизируют, несмотря на то, что от ее могилки, от ее мощи происходит очень много чудес. И уже написана книга. И по словам патриарха нашего Челябинской области, даже запрещено туда ездить. Почему-то вот такое вот странное явление какое-то. Но хотя все верующие очень стремятся туда как бы съездить, побывать около ее мощи. И все ощущают какое-то благодатное действие. Ну и действительно чудеса происходят, исцеление. Вот у меня вопрос такой. Почему до сих пор ее не канонизируют? Спасибо. Процесс канонизации – это процесс довольно длительный и сложный. И из истории Церкви мы знаем, что не всех святых сразу и быстро канонизировали. Сейчас, к сожалению, появилась такая, я бы сказал, может быть, эпидемия. Не успел человек еще почить, представиться как Господь. Уже организуются группы его почитателей, последователей. Может быть, и действительно святого и благочестивого человека. И требует его немедленной канонизации. Мы знаем, что это может привести к очень печальным последствиям и даже вызвать некое отторжение со стороны окружающего мира. Вот, например, приведу случай с католической церкви, когда во времена Папы Иоанна Павла II было канонизировано что-то 450 святых или вот такое-то огромное количество. И даже люди это прозвали, журналисты прозвали это «фабрикой святых». Вот такого не должно случиться у нас в церкви, не должно быть какого-то вот такого ажиотажа. Поэтому всегда иерархия церкви подходит очень серьезно и очень осторожно к вопросам канонизации. Можно, конечно же, почитать того или иного человека, если действительно его жизнь была свята, если его учение, то, что он говорил, соответствует традиции церкви, соответствует священному писанию, соответствует учению святых отцов церкви. И это почитание, оно нисколько не будет умолять этого человека, да, если оно будет находиться в рамках церковной традиции. Мы знаем, что блаженная Ксения Петербургская, хотя и почиталась и в XIX веке, и весь XX век, а канонизована была только в конце XX века. И люди продолжали ее почитать, люди совершали панихиду и литию на ее могиле, получали исцеление, получали просимое. И здесь не нужно торопиться, а нужно соблюсти некую меру, подождать и довериться иерархии. Вот у нас сейчас есть очень опасная тенденция в церкви, это недоверие иерархии, как будто бы иерархия что-то запрещает, что-то не допускает, что-то недопонимает. Это такой вот неофитский подход церкви. Мы сейчас пришли в церковь и должны сейчас здесь наводить порядок так, как нам кажется. А мы знаем, что одна из самых важнейших добродетелей, это добродетель послушания. Послушание правящему архиерею, послушание патриарху, послушание соборному разуму церкви. Это тоже очень важно для нас. Спасибо, отец Иероним. Вот, может быть, продолжая вопрос, связанный с нашей телезрительницей, вопрос, связанный с чудесами. Вот, во-первых, о чем свидетельствуют чудеса, происходящие от мощей того или иного святого, и всегда ли чудеса, чудотворения являются критерием святости, вот, по которым, может быть, прославляется святой или нет? Вот такие два вопроса. В православной церкви, хотя мы, конечно же, верим и почитаем те чудеса, которые происходят по молитвам святых, никогда не было такого критерия канонизации, как чудотворение. Этот критерий существует в католической церкви, когда для прославления в лике блаженных требуется одно чудо, для прославления в лике святых, три чуда, да, задокументированных, засвидетельствованных. Святость – это понятие очень сложное. Человек должен быть свят по жизни. И даже если он, например, святой по жизни, а никаких особых чудес не происходит, да, то это отнюдь не является свидетельством того, что его канонизация или его почитание в чем-то ложное, да, потому что многие чудеса, они совершенно не явлены. И самое главное чудо, которое происходит и может происходить с человеком, это чудо духовного, нравственного преображения. Может быть, сколько угодно чудес, впечатляющих и поражающих разум, даже каких-то, скажем так, чудесных исцелений. Но если не происходит духовного преображения человека, если вокруг вот этого почитания складывается нездоровая обстановка, то возникает очень много вопросов. Ведь и какие-то, скажем, исцеления, совершенные всякого рода экстрасенсами и психотерапевтами, тоже можно считать чудом, смотря как к этому подходить. Поэтому у святых отцов существовало такое понятие, как чудеса дьявола. И вот этого нужно тоже опасаться. Конечно же, не нужно быть чрезмерно подозрительным и во всем видеть некое суеверие и какие-то там легкомысленные восторги толпы, но в то же время не нужно и торопиться. Ведь если мы, исходя из вот этого принципа трезвости, духовной трезвости, которую должен придерживаться каждый христианин согласно учению святых отцов, если мы, исходя из этого духовного принципа трезвости, где-то, может быть, с неким недоверием, может быть, с сомнением отнесемся к какому-то чуду, не потому что не верим вообще в чудеса, потому что боимся быть обманутыми, боимся впасть в преливсть, какое-то прегрешение перед Богом, то Господь нас за это не осудит. Спасибо, отец Иероним. У нас еще один звоночек, нам звонят из Тавды. Пожалуйста, мы вас слушаем, вы в эфире. Батюшка Иероним, благословите, пожалуйста. Господь благословит вас. Я хотела бы задать такой вопрос. Вот как, вот у нас в Тавде святое место, Николая Угодника есть. Ну, я вот на той неделе посетила его. Вот скажите, пожалуйста, как к таким местам, вот чем приходить, с какими молитвами, вот я ничего не взяла с тобой, иконку, правда, только взяла. И, понимаете, пришла к Тихонии, вот окаменела. Не знаю, как вот. Я болею уже 12 лет, я ходить не могу. И вот скажите, батюшка, как вот нужно подходить к этим святым местам? Спасибо. Традиционно, когда паломники посещают святые места, то они, конечно же, читают акафисты, читают каноны этим святым, читают молитвы. Все это приемлемо, все это допустимо. Но даже если у нас не оказалось никакой с собой книжки или какого-то канона, или мы не знаем наизусть тропарь этому святому, то не надо отчаиваться и не надо бояться, что вот мы что-то где-то неправильно поступим или неправильно помолимся. Бывает такое понятие, как безмолвная молитва, как крик души человека, обращенный к Богу или обращенный к тому или иному угоднику Божию. Главное, с каким настроением мы подходим, каково наше духовное состояние в этот момент. Вот это самое главное, самое основное. Но, конечно, когда мы едем в паломничество какой-то святыни, то стараемся с собой иметь акафист или канон этому святому. Спасибо, отец Иероним. Вот хотелось бы поговорить еще о современной тенденции почитания святых мощей. Мы знаем, что сейчас люди охотно встречают святые мощи, собирают целые толпы народов, в храмах нельзя даже пройти. Но вот, однако, на литургию, где мы теснейшим образом соединяемся с самим Христом, почему-то народу слишком мало, и бывает, за евхаристией, евхаристической чашей подходит так же не очень много народа. Вот о чем это может свидетельствовать? Может, это поиск чуда среди людей? Это, скорее всего, свидетельствует о недопонимании смысла и цели нашей жизни. И чаще всего мы обращаемся к Богу, обращаемся к святым, когда у нас случается какое-нибудь несчастье, какая-нибудь беда, болезнь или другое какое-то событие, которое приводит нас в скорбное состояние, которое доставляет нам неудовольствие. И порой это все связано чаще всего именно с нашей земной жизнью. Мы очень мало скорбим о своих грехах, но зато очень много скорбим о своих болезнях и всякого рода приключениях с нами, случающихся в результате вот этих грехопадений. И мы обращаемся к Богу и к святым для того, чтобы устроить нашу земную жизнь, чтобы счастье достигнуть здесь, на земле. И от этого вот такое пренебрежение порою к Евхаристии, пренебрежение к истинной духовной жизни, которое заменяется вот таким вот, я бы сказал, даже языческим почитанием святых, когда святые превращаются в неких вот идолов, в неких языческих божеств, к которым мы обращаемся для достижения земного благополучия. И Бога-то мы, получается, не любим, и святых мы не любим, а любим самих себя, а их лишь используем в своих целях. Вот это очень такая опасная тенденция. Вот эта тенденция, как мне думается, она как раз и ведет вот к такому пренебрежению евхаристической жизни. И человек не понимает, а для чего Евхаристия? Ну понятно, что вот он там поставил свечку, подал молебен, чтобы исполнилось его какое-то прошение. Вот и все. Этого он ждет здесь, на земле. А то, что Евхаристия является небесной пищей и готовит нас к жизни вечной, к жизни небесной, к сожалению, большинство людей недопонимает. Недопонимает не потому, что они какие-то плохие, а потому, что это свойственно естественному человеческому ветхому сознанию, в котором мы, хотя и приняли крещение, хотя и являемся членами Церкви Христовой, но вот это ветхое сознание, оно то и дело в нас прорывается. И порой даже осознавая это и зная это, порой ловишь себя на мысли, что ты думаешь и поступаешь так, как поступал ветхозаветный человек, так, как поступает язычник. Вот это задача христианина бороться с этим умонастроением и делать целью своей жизни Бога, а не использовать Бога как средство в достижении земных целей. Спасибо, отец Иероним. У нас еще один звоночек, нам звонят из Самары. Пожалуйста, мы вас слушаем, вы в эфире. Здравствуйте, меня зовут Ольга. Здравствуйте. Из Самары. Благословите, Палочка. Господь благословит вас. Палочка, у меня такой вопрос, может быть, не совсем по теме, но для меня очень важный. Недавно я была в поездках, в троице Сергиеву Лавру ездила, вот, к мощам Сергия Раднишского. И выходя из Лавру возле ворот, знаете, там обычно собираются нищие, всякие такие, вот. И одна из них, я ездила, как бы, со своей личной проблемой, и одна из них сразу рассказала мне, рассказала, какая у меня это была проблема, вот, про мою жизнь, хотя вообще ее первый раз в жизни видела, она меня тоже первый раз в жизни видела. И знать, и про меня такие вещи знать, ну, никак не могла. Вот, он начала меня это, ну, как обречать, и потом какие-то советы давать, какие-то предсказания делать. Вот, я не знаю, как этому относиться, потому что, с одной стороны, многие святые были блаженными, и тоже такие вещи, ну, это описано в житиях. Но, с другой стороны, может быть, это от лукавого, и эта женщина вовсе никак не права. Хотя, и знать она меня не может. И, в тем более, там, мою внутреннюю жизнь тоже знать не может. Спасибо за вопрос. Здесь я не могу вам дать, вот, конкретного ответа, потому что я не знаю вашей ситуации. И могу лишь посоветовать вам обратиться к вашему духовнику и рассказать о том, что говорила эта женщина, и какие проблемы вас действительно мучают. А то, что, действительно, Господь порой может нам открывать какие-то наши болезни, духовные болезни, и открывать пути исцеления через других людей, и не обязательно даже и святых людей, а через какие-то даже и внешние события жизни, случайно услышанные фразы, и все это может нас приводить к нашему духовному преображению. Да, здесь нужно смотреть конкретно, о чем шла речь, и являются ли советы этой женщины действительно соответствующими духу святоотеческому, духу церковному или нет. И здесь этот вопрос вам нужно решить непосредственно с вашим духовником. Спасибо, отец Иераним. Вот скажите, еще продолжая тему, связанную с почитанием мощей, относительно такого языческого плана, потребительского, может быть, есть ли, может быть, какие-то выходы из такой ситуации, вот сейчас, может быть, тенденция такая нарастает, потребительское отношение к церкви вообще в целом? Выходы здесь могут быть только одни, это духовное просвещение, это забота о том, чтобы люди узнали истинное христианство, не внешнее, не обрядовое лишь христианство, а узнали суть духа святоотеческого учения. И учить людей жить согласно этим нормам, вот это выход, единственный выход из ситуации. Спасибо, отец Иераним. Вот скажите, как все-таки церковь чествует святые мощи, и вот что означают крестные хода, вот множество крестных ходов с этими мощами, вот перенесение их из одного города в другое? Мы почитаем святые мощи, поклоняясь им, лобызая их, вознося молитвы святым угодникам Божиим перед их мощами. Что касается крестных ходов, то мы, наверное, хотели бы, чтобы вся жизнь наша была пронизана духом святости, духом Божиим. И вот обходясь со святыми мощами, с другими святынями, с чудотворными иконами города и веси, мы таким образом освещаем то пространство, в котором мы обитаем. И в то же время в настоящей ситуации это является формой проповеди, потому что человек, видя такую процессию, видя крестный ход, иногда может задуматься над смыслом жизни. Спасибо, отец Иероним. Вот скажите, в церковных киосках мы можем найти множество всевозможных масел, посвященных на различных мощах. Вот в чем их цель, смысл вот этого масла, освященного на мощах? Есть ли какая-то разница между ними, освященного, например, на мощах святителя Николая и так далее, прочих святых? Ну, разницы особой, я думаю, что нет. Тут все зависит от того, к какому святому мы обращаемся, с молитвой. Масло это, как правило, используется в каких-нибудь нуждах, в случае болезни, какой-нибудь другой, другого несчастья, когда человек помазывает себя этой святыней. Или, например, одолели человека какие-то нечистые помыслы, и он тоже может использовать эту святыню для того, чтобы помочь себе вот таким видимым образом. А поскольку мы люди все телесные, то у нас вот эти внешние символы, они сочетаются с внутренней духовной жизнью. Поэтому мы учим не о духовном причащении, как некоторые сектанты, а мы, согласно заповеди Христа Спасителя, причащаемся телу и крови Его под видом хлеба и вина. Мы принимаем не духовное какое-то крещение, а под видом воды принимаем истинное, духовное, да, в том числе крещение, а не просто лишь говорим о некоем невидимом духовном крещении и так далее. То есть в церкви используются видимые символы, под которыми мы получаем благодать Божию. То же самое и здесь. Используя масло, освященное на святых мощах, мы под этим видимым символом используем эту видимую, осязаемую святыню. Таким образом, если прибегаем с верой, с соответствующим душевным настроением, то получаем помощь и исцеление. Спасибо, отец Иероним. К сожалению, время нашего эфира подошло к концу. Я благодарю батюшка вас за нашу сегодняшнюю беседу, благословите наших телезрителей. Бог да благословит и помилует всех нас. Для вас, дорогие братья и сестры, напоминаю, что сегодня у нас в гостях был иеромонах Иероним Миронов, клирик Новотихвинского женского монастыря города Екатеринбурга. Ну, а мы с вами на этом сегодня прощаемся. Всего вам доброго. Храни вас Бог. Субтитры создавал DimaTorzok